Медиагруппа «Авангард» представляет Моя задача, коротенечко, минут за 20-25, рассказать о ключевых моментах, связанных с безопасностью прорывных технологий. То есть то, что так или иначе начинает проникать в деятельность финансовых организаций, и то, к чему должны быть готовые специалисты в области безопасности. И вот здесь важно понимать, что когда такого рода технологии внедряют бизнес или внедряют айтишники, они думают о том, что хорошего можно получить с помощью этих технологий. Безопасник должен думать отчасти как хакер, что плохого можно сделать с помощью этих технологий, или наоборот, как можно эти технологии взломать, либо нарушить их рабоспособность, или принимаемые с их помощью решения. То есть как бы посмотреть немного с другой стороны. Вот, собственно, об этом сейчас мне и хотелось бы поговорить именно в контексте, что это технологии или технологии дают для безопасника. Начну я с квантовых вычислений, с квантовых компьютеров, которые у нас разбиваются на два больших блока. Первое – это квантовое шифрование. То есть это, по сути своей, конечно, не шифрование, а просто использование закона физики для передачи данных между несколькими точками. К сожалению, сегодня, несмотря на все те исследования, которые ведутся в этой теме, каких-то больших прорывов достичь не удалось. То есть это либо очень медленно, либо очень на короткие расстояния. То есть пока объединять доп. офисы, филиалы с головой банка с помощью квантового шифрования, ну, наверное, в обозримой перспективе не получится. А есть мнение экспертов даже о том, что там достаточно серьезный предел по расстоянию, на котором это все работает, до 100 километров. Даже если этот предел будет увеличен в два-три раза, ну, все равно там две-три сотни километров – это ни о чем. Поэтому достаточно узкая сфера именно у квантового шифрования. А вот с точки зрения квантовых компьютеров ситуация немного иная. Квантовые компьютеры, они предназначены для ускорения вычислений, и они же могут использоваться для взлома современной криптографии. Вся криптография у нас делится на две части. Это квантово-безопасная и квантово-небезопасная криптография. То, что построено на симметричной криптографии, в том числе наш ГОСТ 2847-R3412, они являются квантово-безопасными при условии, что длина ключа будет увеличена как минимум вдвое. Да, это потребует изменения стандарта, да, это потребует некоторой незначительной переработки из КЗИ, но в целом сам по себе ГОСТ достаточно неплохо может справляться с квантовыми атаками, когда появятся соответствующие компьютеры. А вот асимметричная криптография, причем неважно, это отечественная криптография, либо зарубежная, она по определению является квантово-небезопасной. И вот здесь возникают вопросы. К сожалению, на них ответа сегодня не дает никто. Ни восьмой центр его не дает, ни центральный банк его не дает, никто не дает ответа. Что делать организациям, если произойдет вот это событие, о котором говорят эксперты, что в 27-м году плюс-минус два года появится первый действительно работающий квантовый компьютер, а не просто некий прототип. И, соответственно, он начнет щелкать всю асимметричную криптографию, а это электронная подпись, как орехи. И, соответственно, учитывая, что у нас в 382-м положении прописан обязательный переход на российскую криптографию, которая, как мы понимаем, становится квантово-небезопасной, и переход этот должен произойти до 31-го года, или там к 1 января 31-го года, то вот здесь достаточно большой вопрос, а что будет, если многие перейдут или начнут переходить, и вот он появится, компьютер, который эту криптографию превращает в тыкву. Кто, собственно, возместит те потери или те инвестиции, которые были сделаны в переход на российскую криптографию. Вот, понятно, что это не так страшно, как я рассказываю. В реальности постквантовая криптография говорит нам о том, что, во-первых, сейчас работающего квантового компьютера нет. Разумеется, не вся криптография станет бесполезной, а только та, у которой срок защиты информации достаточно длинный, измеряется годами. Понятно, что для сессионных ключей, для защиты транзакций краткосрочных, квантовый компьютер не сильно поможет злоумышленникам. А вот там, где возникают вопросы потечные закладные и иные какие-то вещи, где срок жизни информации защищаемо измеряется годами или десятилетиями, вот там как бы большой знак вопроса, на который сегодня ответа, к сожалению, нет. Там во всех странах мира сейчас ведутся различные исследования в области постквантовой криптографии. У нас они тоже ведутся, но, к сожалению, пока, вот если мы посмотрим на то, что нам говорит регулятор в лице восьмого центра, все, что сейчас утверждено, это временные требования по распределению ключей. То есть квантовое распределение ключей. Есть уже там первые продукты в этой сфере, но именно по распределению ключей по соответствующему каналу, использующей квантовые технологии. То есть оптика — это физика, это не математика в данном случае, поэтому там тоже есть свои существенные ограничения на расстояние, в рамках которых будет работать вот эта схема с квантовым распределением ключей. Поэтому ответа на то, что делать, когда появится квантовый компьютер, сегодня, по сути своей, нет ни у кого. Поэтому, с одной стороны, кто-то говорит, ну вот появится и будем думать. С другой стороны, учитывая, что регулятор установил требования о переходе на российскую криптографию к 31 году, плюс сейчас достаточно активно идет обязательство со стороны и правительства, и президента всех переводить на российскую криптографию, граждан при общении с государством, организации при общении с государством, то это тема, которая заставляет задуматься, как минимум, а что делать, что мы будем делать. Поэтому на форуме есть представители основных двух регуляторов, которые отвечают за эту тему. У вас есть возможность в кулуарах их попробовать помучить. Что касается сети 5G. 5G у нас пока не работает, она вообще мало где работает. Есть некие пилотные проекты, но до массового внедрения не дошло. Но многие говорят о том, что 5G действительно это некая революция в передаче данных, потому что совершенно другие скорости. Но на самом деле никакой революции там нет. 5G не сильно отличается от 4G с точки зрения именно технологии, архитектуры. Поэтому большинство угроз, которые были применены и применялись к сетям, начиная с 2-2,5G, то есть сети, соответственно, там Edge, потом 3G, LTE и так далее, они будут применены и к сетям 5G. И с точки зрения именно безопасника надо понимать, что вы ничего сделать здесь не можете. Это чисто операторская тема, только оператор может нормально защитить сеть 5G, потому что он владеет, соответственно, и базовыми станциями, он владеет всем ядром. И он там может внедрять те или иные механизмы, как бы человек посередине, защита от прослушки, от подмены, ну и тому подобные вещи, вплоть до распространения и заражения вредоносного кода. С точки зрения клиентской части, то есть то, что будете вы использовать как банки или как рядовые граждане, какой-то специфики там нет. На клиентской стороне у вас тот же самый вредоносный код может появиться, только очень быстро. У вас появляются доз-атаки на совершенно других скоростях, чем текущие там 1,5-2-4 терабита в секунду. Сейчас такие атаки редкость, хотя и не есть. В случае со внедрением 5G атаки будут на совершенно иных скоростях, ну и, соответственно, это заставит вас немного пересмотреть решения именно по защите от дидоса. И, скорее всего, либо вообще отказаться от этих железок и переходить на сервисную модель, ну либо покупать очень много железок, потому что сегодня они, к сожалению, сильно ограничены по той пропускной способности, которую они позволяют пропустить через себя с точки зрения именно дидос-защиты. Поэтому сервисная модель здесь будет, скорее всего, наиболее выгодна и для вас, как клиентов, сервисных провайдеров, и, собственно, для самих провайдеров, поскольку они смогут более эффективно инвестировать средства. Следующая тема — это биометрия. Значит, про биометрию уже сегодня говорили, еще будут говорить, завтра будут говорить, на что стоит обратить внимание. Что когда говорят про биометрию, она бывает двух видов, если по-крупному. Биометрия в национальном масштабе и биометрия корпоративная. Вот проблемы с корпоративной биометрией сегодня практически все, ну в большей степени решены. Вы можете реализовать даже непрерывную верификацию человека. Вот у нас в ЦИСКО есть такой проект для сотрудников, как раз непрерывная верификация. То есть, чтобы человек не логин, пароль вводил, не там пальцы прикладывал, не токены вставлял, а просто его веб-камера за ним следит постоянно и, соответственно, верифицирует, что это он работает за компьютером. Удобно, прозрачно и при правильной реализации не нагружает компьютер. Вот, понятно, что бывают и другие способы верификации человека, то есть другие биометрические факторы, их очень много. Человек это уникальное создание, у которого в качестве такого идентификатора может служить и радужка, и, соответственно, голос, и, не дай бог, конечно же, зубные слепки, и геометрия ладони, отпечатки пальцев, и структуру сосудов, и геометрия лица, и, собственно, почерк, как обычный, так и клавиатурный. Это также в качестве идентификатора очень интересная тема оказалась свайпинг, то есть когда мы работаем на планшетах либо на смартфонах, то вот эти наши классические движения, там увеличить картинку и так далее, они тоже уникальны. Но с определенной точностью. Разумеется, там не 99 точность и распознавание, но 86 оно сегодня дает, а как дополнительный фактор это может быть достаточно неплохим показателем. То же самое просто движение пальца по экрану, там сила нажатия, определенные вопросы, связанные с тем, как человек ведет пальцем, какой скорость он ведет, это тоже вещи уникальные для большинства людей. Походка, ну и доходит до смешного, даже то, на чем мы сидим, тоже является идентификатором. У японцев, например, есть фирма, которая выпускает кресло со встроенными датчиками, которая, собственно, измерив всякие показатели, отдает команду компьютеру, что да, сидит за компьютером именно тот человек, который указал свой логин и какой-то иной идентификатор. Есть энцефалограмма, есть электрокардиограмма и даже ДНК, и вплоть до запаха это все идентификаторы. То есть они все могут быть использованы, и есть проекты, там где-то стартапы, где-то уже работающие проекты, когда эти идентификаторы используются для того, чтобы верифицировать человека. Вот что обычно применяют финансовые организации. То есть по статистике, хотя она с учетом достаточно быстрого внедрения новых биометрических технологий скачет, внедряют голос, геометрию руки, геометрия лица, ну и там отпечатки пальцев, строение сосудов кисти. Есть там и банкоматы такие, которые используют эти механизмы. И здесь важно понимать, что понятно, коль скоро у нас много заводится на биометрию, то нам необходимо понимать, как эту биометрию можно обойти, либо обмануть, либо взломать и так далее. Вот здесь возникают нюансы, связанные с корпоративной биометрией и ее моделью угроз, и национальной биометрией, и, соответственно, ее моделью угроз. Вот эти классические истории про отрезанные пальцы, ну и другие части тела, когда отдельные компании внедряли всякие банкоматы с биометрической идентификацией, это только один из возможных векторов атак, и понятно, что он уже достаточно давно, ну не то, что не применяется, понятно, что в каких-то странах до сих пор можно встретить такие истории, но в целом сегодня технологии пошли гораздо дальше, можно оставить человека в целости, в целости, но при этом скопировать часть его тела, которая используется для биометрической идентификации. Сегодня появляются технологии, которые позволяют эмулировать голос. У компании ДОП есть соответствующий редактор ВАКО, который после 15-20 минут прослушивания голоса человека позволяет создать полную его копию, которую отличить от настоящей практически невозможно. И учитывая, что многие на конференции либо выступают, либо просто говорят с коллегами, достаточно диктофона в кармане для того, чтобы снять полный слепок голоса и затем его использовать где-то. Мы вчера как раз сидели в третьем парусе с коллегами, обсуждали эту тему из правоохранительных органов, они говорят, а мы уже сталкиваемся с тем, что по ту сторону баррикад люди начинают накапливать базы голосовых отпечатков. То есть они осуществляют звонки, представляются социальными службами социальных опросов, социологических, и начинают спрашивать, какое вы телевидение любите, какие фильмы вы смотрите, хотели бы вы пойти в театр, ну и так далее. Вот набирают эту голосовую базу и потом ее используют или планируют использовать в качестве обмана систем биометрической идентификации. И когда различные компании начинают говорить о том, что мы разработали уникальную систему идентификации, взломать ее нельзя, скопировать нельзя, ну, говорят, не специалисты. То есть явно как бы некий маркетинговый хайп на теме биометрии. Понятно, что когда мы начинаем разбираться, серьезно разбираться с биометрией, мы понимаем, что модель угроз у нее достаточно непростая. Воздействовать можно на совершенно различные участки, как на элементы хранения, обработки, принятия решения, так, разумеется, и на каналы передачи данных между этими компонентами. Если мы посмотрим на вот эту идею с отрезанным пальцем или вырванным глазом и так далее, это всего лишь один вектор. Зломышленникам гораздо проще, например, атаковать даже не хранилище, хотя это тоже тема у некоторых компаний, в том числе в рамках национальной идентификации, хранятся сырые данные в практически незащищенном виде. А бывают случаи, когда просто можно атаковать систему верификации. Вы нолик поменяли на единицу, и вместо того, чтобы система сказала нет, она говорит да, и не надо ничего другого городить. То есть достаточно такая простая вещь, которая может быть реализована. Понятно, что такого рода модель угроз, она достаточно серьезная, требует и достаточно большого количества защитных механизмов. То есть это не просто поставили фаервол перед базой хранения цифровых отпечатков и считаем, что у нас все хорошо. Угроз много и для процесса обработки, и для процесса хранения, и для процесса передачи, для межпроцессных взаимодействий. Поэтому бороться с ними тоже надо комплексно. Поэтому это такая очень чема непростая. И учитывая, что сейчас будет такой укол в сторону ЕБС, при внедрении ЕБС никто не поделился и не рассказал, с какими угрозами эта система борется, к ней такое недоверие. Лев, когда задавал вопрос, кто сдал, и я задаю такие вопросы регулярно на мероприятиях, поднимают либо представители Центрального банка, либо представители Ростелекома. То есть, собственно, те, кто либо это навязывает, либо те, кто это внедряет. А большинство людей, даже безопасники, даже те банки, которые предлагают услугу своим клиентам, не сдавали такого рода биометрию. По многим причинам, одна из которых – непонимание, с чем эта система борется. И если вы в углу где-нибудь прижмете представителя Ростелекома и скажете, с какими угрозами вы все-таки боретесь, он скажет, мы боремся только с угрозами перехвата или подменой биометрического цифрового отпечатка в процессе хранения, либо в процессе передачи. Все. Ни о каких дипфейках речи нет сегодня. То есть, обратите на это внимание, это очень важный момент. И если вы будете также дальше, припирая к стенке, спрашивать, а кто несет ответственность, если на базе результатов из ЕБС будут приняты какие-то решения, вам скажут, несете ответственность только вы. Поэтому вот здесь возникают моменты, о которых вы должны думать перед тем, как внедрять любую систему биометрии. И особенно, если эта система подразумевает наличие каких-то датчиков. То есть, одно дело идентифицировать человека по скайпу или по голосовому, по голосу через звонок. И другое дело, когда вы там отпечатки внедряете или систему по геометрии руки или геометрия сосудов и так далее. Это все дорогостоящие инвестиции. И если система как бы не учла правильную модель угроз при создании, то любой взлом приводит к тому, что вам эти датчики надо менять все. А это колоссальнейшие инвестиции, которые там в больших внедрениях, ну, как бы обойдется очень дорого эти затраты. Кроме того, не забываем про машинное обучение. Как бы я про это уже упомянул. Еще раз скажу, сегодня легко начинают обходить многие системы биометрии. Как национальные, так и корпоративные. То есть система обучается на большой выборке либо фотографии, либо голоса, либо даже отпечатки пальцев. И достаточно высокая точность подмены или даже создания мастера отпечатков. Вот есть проект DeepMasterPrinx, который позволяет создать мастер отпечаток пальцев. С очень высокой точностью он подходит ко всем людям. Причем там очень небольшая выборка. У них всего было несколько тысяч отпечатков, на которых они тренировали свою модель. Вот, если вернуться к теме с копированием каких-то частей тела, то технологии тоже как бы дешевеют, существенно дешевеют. То есть то, что раньше представлялось там в фильме «Миссия невыполнима», когда делали как бы 3D-маску лица, какая-то суперсовременная технология, сегодня можно сделать чуть ли не в домашних условиях. Там в интернете вы можете найти кучу таких примеров, и даже инструменты описаны, как это сделать, вплоть до программного обеспечения. За бесплатно вы можете сделать 3D-маску, например, льва. Вот, или мою. Не спи. Да, тем более. Следующая тема – искусственный интеллект. Я сейчас не буду в нее глубоко погружаться. Я напомню, что машинное обучение отличается от обычной программы тем, что программа работает по заранее заданному алгоритму и, собственно, принимает вердикты или дает вердикты заранее известные. Машинное обучение вначале обучается на некой выборке и затем уже дает вердикты, в том числе на заранее неизвестных данных. В этом отличие, и когда мы говорим о каких-то системах, связанных с машинным обучением, то они состоят из двух больших компонентов. Первое – это, собственно, процесс обучения, и второе – это уже процесс непосредственно исполнения, то есть когда система работает в проде в рамках промышленной эксплуатации. Обратите внимание, что не бывает, когда вам кто-то говорит из разработчиков, а наша система не требует обновления. Это ложь. Любая система требует обновления, потому что меняются модели, меняются датасеты, ну и, соответственно, систему надо заново переобучать. Если это облачная система, вы этого не видите, а если это решение, развернутое у вас на площадке, то, соответственно, ее кто-то должен переобучать. И вот это тоже достаточно большая проблема. Сегодня далеко не все не всегда умеют и вообще делают переобучение своих систем, связанных с машинным обучением, как для антифрода, для борьбы с дидосом, для выявления инсайдеров, для выявления утечек, для выявления фишинговых атак. То есть машина обучения имеет множество кейсов, юз-кейсов для применения, но, к сожалению, ими тоже надо уметь пользоваться. И, конечно же, злоумышленники уже научились атаковать технологии машинного обучения, научились их обходить или заставлять, что самое неприятное, принимать неверное решение. То есть проблема не в том, что систему можно вывести из строя, мы ее там запустили заново, она заработала, а в том, что система начинает принимать неверное решение. Я думаю, многие видели вот такого рода картинки, когда система, там автопилот тот же самый, начинает знак стоп, который человеческий глаз распознает, что это знак стоп, принимать за знак уменьши скорость или поверни налево, или поверни направо. Или когда в добавление якобы мусорных данных, которые человек понимает, что это данные мусорные, накладываются на картинку, картинка для человеческого глаза не поменялась. А для алгоритма, который работает с этим изображением, это уже совершенно другое изображение, он принимает другое решение. То есть понятно, что здесь в основном многие картинки иллюстрируют вопросы, связанные с биометрией, с обработкой изображений, но то же самое применяется во многих других вещах. Поэтому машинное обучение, оно тоже достаточно активно атакуется, существуют специальные полигоны по ту сторону баррикад, где люди изучают, как работает та или иная система. Если раньше они изучали слабые места банкоматов, где просверлить и так далее, для того, чтобы быстро вынести деньги, несколько кассет и свалить за полторы минуты, то сейчас они делают то же самое с точки зрения изучения слабых мест технологий машинного обучения. Поэтому если мы говорим о защите, мы не должны забывать, что у нас защита даже вот этих прорывных новомодных технологий должна быть, и она строится из как привычных компонентов, так и компоненты специфические. В частности, мы должны обеспечить безопасность операций, это привычная нам вещь, это секопс, это соки, это антивирусы, фаерволы, айдески и так далее. Это безопасность моделей, иногда даже сохранность этих моделей, обеспечение их втайне, чтобы злоумышленники не узнали, как работает та или иная система. И, конечно же, безопасность данных. Качество любой системы машинного обучения зависит от качества датасета, то есть обучающей выборки, на которой модель обучалась. Если туда изначально внести некорректные и явно сфальсифицированные данные, система будет работать изначально неверно. И это тоже достаточно большая проблема, потому что доверенных датасетов сегодня нет. То есть каждый вендор создает свой датасет, разумеется, он не хочет делиться, и поэтому каких-то прорывов в области машинного обучения, в таком широком смысле, нет. Но, если кому интересно, можете поговорить с Димой Годарем, ну или вообще с кем-то из Тинькова, они внедряют машины обучения в области безопасности на тех данных, которые у них собираются с инфраструктуры. То есть они наложили туда машины обучения, модельки, и выявляют очень интересные аномалии, фрод или, например, реальные атаки, которые традиционные средства защиты, которые у них стоят, не вылавливают. То есть данные-то у вас есть, главное их правильно пользоваться. Вот злоумышленники давно их начали пользоваться, уже есть немалое количество докладов и даже готового софта, который обходит средства защиты, построенные по традиционным технологиям. И создание вредоносного кода, и поиск уязвимости, и фишинговой атаки, и так далее, и так далее. Хотя надо признать, что сегодня, к счастью для большинства из нас, основной фокус злоумышленников идет в сторону именно биометрии и работы с изображением. То есть создание дипфейков поставлено на поток, любой желающий сейчас может создать копию любого человека с голосом, с движением губ, синхронизировать речь и движение губ и так далее. И использовать там как в качестве шутки, так и, возможно, различные другие примеры, когда создаются цифровые двойники, создаются несуществующие личности, на которые берутся кредиты, ну и так далее, и так далее. Кейсов, я думаю, вы можете придумать больше, чем придет мне в голову, поскольку вы с этим сталкиваетесь ежедневно. Ну и самый, наверное, неприятный для многих сценарий, уже не как сотрудников финансовых организаций, а как обычных граждан, это примерно вот такая ситуация, когда ваше лицо, голос и так далее прикрутят куда-то. И потом вы будете доказывать, что это не вы. И одно дело, когда там много лет назад, многие, я думаю, помнят историю с человеком, похожим на генерального прокурора, вот, сейчас это можно сделать элементарно. И поскольку мы доверяем обычно первому впечатлению, то стоит где-нибудь там на Ютьюбе, в Фейсбуке, там ВКонтакте и так далее выложить какую-то порочащую человека информацию, даже если она не настоящая. Все это закрепилось в голове, потом можно очень долго доказывать, что нет, это не я на этом видео, или не я говорил это по телефону и так далее, поздно. Уже сформировалось у людей мнение. И вот эта проблема, с которой сегодня никто не знает, как бороться. Вообще с дипфейками сегодня бороться не умеет никто, по большому счету. Обратите на это внимание. То есть специально даже Microsoft, Facebook и так далее создают специальные конкурсы, на которых они тестируют у различных стартапов алгоритмы борьбы с дипфейками. Но реального механизма сегодня нет. Поэтому недоверие многих к ЕБС, оно может быть отчасти оправдано. То есть вы сейчас сдадите свою биометрию куда-нибудь, а потом по вашей биометрии вы квартиры лишитесь, или кто-нибудь кредит ипотечный возьмет и так далее. Поэтому машина обучения тема такая очень интересная, как с точки зрения ее применения для безопасности, так и с точки зрения атак на нее. Вот в заключении еще один момент, связанный с бигдатой. Бигдата это не много данных, как считают многие. Бигдата это умение работать на высоких скоростях с данными, которые представлены в различных форматах, структурированные и не структурированные, которые приходят из различных источников, облака, интернет вещей, разумеется, собственная инфраструктура и принятие решений на основе обработанных данных. То есть это немного другой подход к понятию. То есть это не просто много данных. Как говорят, у меня два петабайта, у меня большие данные. Большими данными это станет, когда мы научимся работать с этими петабайтами. И, соответственно, технологии, которые работают с бигдатой, они могут быть как привычные для нас, то есть те же самые SQL-базы, так и no SQL-базы, то есть как бы нереаляционные, работающие в распределенной среде, работающие с неструктурированной информацией и так далее. И вот это все в совокупности представляет достаточно большой интерес, потому что, опять же, внедрение в эту экосистему бигдаты фальшивых данных может привести к достаточно большому количеству проблем. И это только одна угроза, на самом деле их гораздо больше существует для бигдаты. Вот здесь они показаны, они как могут быть организационные, юридические, там злоупотребления различные и так далее. И вот ключевая проблема, к счастью, опять же, для многих из нас, она лежит не в плоскости информационной безопасности, а в плоскости доверия. Мы не знаем, откуда приходят данные, на основе которых, применяя, возможно, машинное обучение, мы начинаем принимать те или иные управленческие решения. Вот эта проблема тоже сегодня решений не имеет, там над ней многие бьются, обеспечение доверия. Да, очевидный механизм это использование криптографии для этого, но криптография тоже работает далеко не всегда. Поэтому, там, занимаясь или обрабатывая бигдату и принимая на ее основе какие-то решения, не забывайте, что да, есть вещи традиционные, контроль доступа, разграничения, анонимизация данных и так далее. Но есть вещи, которые пока неизвестно, как решать, а бигдата уже не за горами. На прошлой неделе был внесен законопроект об управлении бигдатой, он тоже еще принесет многим из вас немало приятных сюрпризов, связанных с получением согласия на обработку бигдаты, с лицензированием этой деятельности, внесением в реестр Роскомнадзора, ну и так далее. Кто, там, как бы забыл про тему перс данных, вспомните все, что вы делали, вам придется это повторить, применительно уже к бигдате. Последний момент, это блокчейн, как бы, я не буду про него говорить еще много, я напомню, что блокчейнов существует как минимум три, это открытый публичный, закрытый публичный и закрытый частный, и у каждого из них совершенно разные подходы с точки зрения безопасности. И возможности с точки зрения безопасности у них разные, обратите на это внимание. Как бы, когда мы говорим о безопасности блокчейна, многие там статьи, презентации, книги говорят только о левой части этого слайда, о открытом публичном блокчейне, ярким примером которого является биткоин. Но большинство проектов, которые реализуются в финансовой отрасли, это либо вообще закрытый частный, либо блокчейн типа консорциум, когда есть некое центральное звено, которое управляет участниками. И этих участников ограниченное количество. И заговаривая о безопасности блокчейна, мы не должны забывать, что сама технология, если ее брать в теоретическую основу, более-менее устойчива к атакам. И не только потому, что там криптография, сама по себе архитектурно она устойчива. Но блокчейн, это же еще инфраструктура, на которой это запускается, это ноды, которые собственно обрабатывают, это механизм принятия решений и так далее, и так далее. Поэтому если, например, обычный шифровальщик накроет всю сеть блокчейна, то да, данные там останутся неизменными. Да, ими никто не сможет воспользоваться в корыстных каких-то плохих целях, но и самого блокчейна не будет. Он работать перестанет, потому что все данные зашифрованы шифровальщиком. То есть как бы не забываем про то, что помимо вот этой красивой идеи, о которой сегодня все говорят. Ну и то же самое со смарт-контрактами. Вот кто был на предыдущей части секции про передовые технологии, наверное, запомнил, что я задал вопрос представителям КРАКа, когда они рассказывали про безопасную разработку. А как безопасная разработка учитывается с точки зрения смарт-контракта? Ответа четкого не было, потому что действительно мало кто думает, о как анализировать код, который есть в смарт-контракте. Мало кто это сейчас делает. Есть, конечно же, компании а-ля хакерские, которые занимаются аудитом смарт-контрактов, но чем больше он будет внедряться, чем больше рядовые компании, рядовые пользователи будут писать смарт-контракты, тем более серьезная проблема будет возникать. Поэтому выстраивать архитектуру безопасности блокчейна надо уже сейчас, и это не только тема, связанная с криптографией. Ну и последний слайд про роботов. Роботы это железка с искусственным интеллектом. Про железки, как бы говорить, бессмысленно, понятно, как их защищать. Про искусственный интеллект я уже сказал, поэтому безопасность роботов это многокомпонентная тема из предыдущих элементов. Вот примерно все, что мне хотелось сказать. Спасибо, коллеги, большое за ваше течение. Спасибо. И хорошего дня. Спасибо.